Да, всем здравствуйте. Большое спасибо. Сейчас я хотела включить себе таймер, но почему-то не работает. Ну ничего. А, все вижу. Да, можно. Да, все работает. Здравствуйте, дорогие коллеги. Большое спасибо за приглашение. Я постараюсь быть очень быстрой, и мне кажется, что, наверное, первое, о чем стоит сказать, это то, что действительно сейчас очень много уделяется внимания тому, как взаимодействуют медицинские профессионалы с пациентами, и не так много говорится о каких-то проблемах, которые возникают внутри коллективов. И сегодня я хочу предложить вам поговорить про харассмент, который бывает не только сексуальный, но, собственно, сосредоточиться именно на этой форме. Если говорить вообще широко, то харассмент – это любые формы дискриминации, основанные на гендере, этничности, цвете кожи, возрасте и так далее. Определение, которое предлагает нам конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, предлагает нам следующее определение. Сексуальный харассмент включает в себя такое нежелательное сексуально обусловленное поведение, как физический контакт, заигрывание, сексуально окрашенные замечания, демонстрация порнографии, сексуальные требования и так далее. Что это может быть? Например, это могут быть разного рода оскорбительные комментарии, шутки, обращения, истории личного характера, нежелательное внимание, прикосновения, ограничения движения, похлопывания, поглаживания и так далее. Огромное количество практик, с которыми, я уверена, по крайней мере, часть из вас точно сталкивалась в своей практике. И если кто-то из вас интересуется, то аналитические категории могут быть самые разные, но очень важной является это гендерно, gender-based violence and harassment, это значит гендерно, базирующаясь на гендере насилия и харассмента. То есть это те практики, которые в первую очередь направлены на женщин, связаны с женщинами. И, как мы понимаем, есть определенные группы риска в медицине, и здравоохранение, оно само по себе является такой рисковой областью, на которую стоит обращать внимание. Внутри вот этой рисковой области наиболее уязвимой группой являются в том числе медицинские сестры, ординаторы, молодые женщины, женщины в целом. По оценке Всемирной организации здравоохранения, до 38% всех работников здравоохранения испытывали физическое насилие в свой адрес. И если говорить не только про здравоохранение, то порядка 23% всех работников испытывают подобное насилие в свой адрес на рабочих местах. При этом распространенность сексуальных домогательств по отношению к медсестрам варьируется очень сильно. По некоторым оценкам, таким довольно масштабным исследованиям, это может быть 12,5% в предыдущий год, или за все время карьеры до половины медицинских сестер с этим сталкиваются. При этом оценки варьируются очень сильно. И на эти исследования полагается довольно проблематично, потому что где-то мы встречаем оценку в 12%, где-то мы встречаем оценку в 80%. И это очень сильно зависит от культуры к культуре, от места к месту. Как уже было сказано ранее, микроклимат, культура организации, это то, что очень сильно влияет на распространенность этих явлений. Почему вообще об этом важно говорить и думать? Ну, во-первых, потому что харассмент – это всегда такое действие, которое сопряжено с какими-то другими формами насилия, абьюза, оскорбления и так далее. Он влечет за собой не только психологические эффекты, известные многим из вас выгорания, желание оставить профессию, желание сменить работодателя, но и экономические издержки, которые довольно сложно посчитать, но, тем не менее, руководители обращают в последнее время внимание на харассмент, в том числе потому, что из-за него снижается продуктивность, мотивация к работе, лояльность к организации, и организация в целом теряет репутацию довольно сильно. При этом довольно много людей хотят уйти, здесь рассматриваются ординаторы в том числе, которые, например, довольно часто хотят сменить свою программу, именно по причине того, что они сталкиваются с харассментом или с какими-либо гендерными стереотипами, при этом даже не так важно, что человек сам сталкивается с дискриминацией, важно, что человек видит, что дискриминация в том или ином коллективе распространена, и это влияет на выбор карьерной траектории. Факторами риска, как я сказала, являются, во-первых, гендер, то есть, как правило, это женщины, кто подвергается сексуальному харассменту в возраст более молодой, и статус или должность, то есть те люди, которые находятся ниже внутри иерархии, они более уязвимы. Однако это не всегда так, и это не обязательно так, женщины-начальницы точно так же могут сталкиваться с сексуальным харассментом, и в этом смысле не стоит им отказывать, если они рассказывают о таких случаях. Что способствует харассменту в целом? Это, во-первых, склонность к такой строгой иерархии, отсутствие эмпатии, о которой сегодня тоже говорилось, вера в то, что существуют традиционные гендерные роли и представления, гомогенная среда, в которой, соответственно, когда появляется человек, который чем-то отличается, он сразу там написано белой вороной, организационная культура, и организационная культура является, на самом деле, самым важным фактором. Позволяется ли такой тип поведения, или он запрещается, отсутствует ли наказание или нет, это все является, пожалуй, самым важным. Что про российский контекст? В России у нас особая ситуация, и она, к сожалению, особо благодатная для харассмента в том числе. Во-первых, медицинские профессионалы, не только медицинские сестры, находятся буквально между молотом и наковальней, где, с одной стороны, есть довольно сильные бюрократические требования, с другой стороны, есть очень требовательные пациенты, с третьей стороны, есть коллеги и медицинские сотрудники. Они оказываются довольно уязвимы между требованиями пациентов, проверяющих органов. Им приходится делать огромное количество такого ручного управления, эмоциональной работы, чтобы избежать конфликтов, избежать жалоб, постараться наладить организацию. И это создает условия, в которых оказывается очень много неформальности. То есть отношения с коллегами оказываются очень-очень важными. И в этих ситуациях решения принимаются непрозрачно. Система оказывается довольно закрытой. И потенциально это рождает возможности в том числе для харассмента. Но в последнее время это начинает проблематизироваться. Я думаю, наверняка вы сталкивались и с термином харассмент, и с разными другими, например, новой этикой и так далее. То есть довольно большое количество медийных публикаций в последнее время выходило. Мы решили посмотреть, что у нас с исследовательскими данными по этой теме. И сделали проект, в котором мы провели ряд интервью с сотрудниками сестринского звена, и с медицинскими сотрудниками, в том числе с врачами. И также мы провели анкетирование, где у нас получилось 70% анкет заполнили врачи, и примерно 22% сотрудники сестринского звена. Как уже говорилось, довольно важная тема – это разного рода нежелательное поведение со стороны пациентов. И примерно 76% медицинских сотрудников сталкиваются так или иначе с нежелательным поведением. Здесь, наверное, не очень хорошо видно, но в основном люди сталкиваются с нежелательными, грубыми и оскорбительными высказываниями или с тем, что на них жалуются. Но гораздо меньше говорится о том, что люди сталкиваются и с нежелательными действиями со стороны коллег. И порядка 43% наших информантов рассказывают нам именно об этом. Либо и гораздо большее количество рассказывают о том, что не они лично, но их коллеги сталкивались с таким отношением. При этом, и здесь, мне кажется, важно обратить внимание, 18,5% из тех, кто сталкивался с такими действиями, ушли с места работы. Почти 19% думали о том, чтобы уйти из профессии, и больше половины думали о том, чтобы уйти с этого места работы. Это тоже к вопросу о том, почему в целом стоит думать про климат в организации. При этом, среди тех, кто заполнил акету, у нас было 124 человека из медицинских сестер, допечатка братьев, фельдшеров, кушерок и так далее. Из них почти половина отметила, что им приходится сталкиваться с какими-то нежелательными действиями, например, с жалобами, высказываниями грубыми, манипуляциями, угрозами, созданием препятствий для работы или физическим воздействием со стороны коллег. И 18% из тех, кто сталкивался с нежелательными явлениями, отметили, не из тех, кто сталкивался с нежелательными явлениями, а вообще 18% из сестеринского звена сказали, что были попытки склонить их к нежелательным действиям сексуального характера со стороны коллег в течение последнего года. То есть фактически каждая пятая с этим столкнулась. Чтобы понять, как это выглядит на практике, мы проводим также интервью. Это такие продолжительные анонимные беседы, в которых мы пытаемся узнать механику того, как развиваются подобные конфликты. И здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, вопросы харассмента, домогательств, нежелательных отношений, отношений, они очень сложно артикулируются, то есть о них очень сложно рассказывать. Нет подходящего языка, нет подходящих категорий. Вы, наверное, обратили внимание, что я довольно часто использую какие-то кальки языковые, просто потому что действительно этот термин не устоялся, и мы не очень понимаем, как об этом говорить, какую реакцию мы встретим со стороны коллег, когда мы об этом расскажем. Второй момент – это размытость границ рабочих отношений. Мне кажется или не кажется, со мной как-то пошутили, может быть, это было мило, может быть, это было очень грубо, и вот эта запутанность, а что нормально, а что ненормально, нас создает очень много таких пограничных ситуаций, которые сложно распознать, пока они не принимают совсем очевидные формы. Третье – это влияние хоразминта на рабочий учебный процесс. Люди, которые с ним сталкиваются, они оказываются в настолько некомфортной, небезопасной атмосфере, что они иногда принимают решение просто завершить свою карьеру или завершить свою работу в этом учреждении. Плюс, да и последнее – это отсутствие каналов для сообщения о проблемах. Это всегда остается, ну или почти всегда остается в рамках таких индивидуальных тактик, и я пытаюсь договориться, я пытаюсь получить какую-то поддержку, я пытаюсь найти себе сторонников, либо я просто никому ничего не рассказываю и ухожу. И здесь я очень кратко отмечу, не могу углубляться, что хирургия по нашим планам становится в области особенного высокого риска по разным причинам. Здесь я просто приведу несколько цитата, чтобы было более-менее понятно, о чем я говорю. Когда я, например, говорю про сложности в артикуляции и о том, что отсутствует какая-то солидарность и понимание, например, наша информантка Кристина, которая 24 года, рассказывает о том, что женщине так восприняли эту ситуацию, что я это придумала, и сама его как бы так, чтобы он ко мне лез. Но при этом мне всегда говорили, какая я бедная, а за спиной вот так. Или, например, Анна 30 лет рассказывает о том, что в ее коллективе ей говорили о том, что раньше было еще хуже. Поэтому, когда она рассказывала про свою историю, ей говорили, ну, приставал, ну, ладно, ну, бывает, ну, у всех бывает. Размытость границ в том числе выражается, например, в той ситуации, которую рассказывает Виктория, 26 лет. Когда ты переодеваешься, например, зайдет врач, и ты такая в трусах, в лифчике стоишь, и они такие, о, как удачно я попал. И выходит даже, и ничего, и начинает с тобой переодеваться. Или зайдет и скажет, о, ну все, день отлично, у меня теперь начался. То есть ты сначала воспринимаешь это как шутку, но потом ты понимаешь, что что-то такая себе шутка, честно говоря. Вот и, например, пара медсестер, которые работали со мной с таким же стажем, да, они уже выгоняли и так далее, но не всегда так получается, да, потому что, когда в каких-то коллективах складывается такая атмосфера, что подобные ситуации происходят очень часто, они становятся привычными, да, как, например, Виктория продолжает, она говорит, там, отвечая на мой вопрос. Это, конечно, не на постоянной основе, слава богу. Ну, то есть если спросить у каждой, то каждая бы сказала, ну, пару раз в месяц. Да, пару раз в месяц, то есть каждые несколько недель происходит подобная ситуация, когда тебя трогают, тебя не дают пройти, тебя застают голой или с тобой шутят не самым пристойным образом. При этом не очень понятно, куда можно сообщить о проблеме, да, до руководства это доводится крайне редко и по причине того, что неловко и непонятно, как это делалось, и по причине того, что нет специальных каких-то комитетов, например, да, или единиц штатных, которые бы этим занимались. То есть как и с кем об этом говорить, остается неважным. Почему мы вообще сейчас начинаем говорить про тему харассмита? Потому что кажется, что эта тема, которая, в общем-то, существует довольно давно, да, это практики, которые складывались годами, если не десятилетиями, но, тем не менее, мы понимаем, что некоторые условия, даже если они существуют довольно долго, они не устраивают те группы, которые испытывают давление, которые страдают в этих условиях. И сейчас появляются возможности для того, чтобы вот этот вот частный, приватный женский опыт, он становился более публичным, да, возникают разные флешмобы, возникают разные публичные обсуждения, и это помогает обнаружить систематический характер подобного опыта. Когда мы обнаруживаем, что это не только за нами, да, закрылась дверь в кабинет, и кто-то к нам пристает, а это происходит и с моей коллегой, да, и с людьми в других учреждениях, оказывается, что мы можем на этой почве солидаризоваться, мы можем чего-то требовать. Но, конечно, попытки что-либо требовать, они встречают довольно сильное сопротивление. Я две минуты возьму еще из обсуждения. Хорошо. И почему, собственно, эта тема встречает такое сопротивление? Ну, во-первых, здесь важно понимать, что харассмент — это вопрос не секса, это вопрос власти. И здесь важно понимать, что внутри учреждений есть люди, у которых есть очень разные поколенческие представления, здесь уже сложившиеся иерархии, и есть разные мнения по поводу того, как интерпретировать то, что происходит. Как правило, более старшее поколение говорит о том, что они оказывают знаки внимания, да, и это входит в резонанс с тем, как это видит более молодое поколение, которое, очевидным образом, распознает его как харассмент или сексуальное домогательство. При этом для старшего поколения часто это люди, которые попали на период такой сексуальной революции в России, и для них это была возможность такой либерализации сексуальности. Они помнят еще опыт вмешательства институтов в личную жизнь, и они хотят ограничить всяческие попытки создать вновь какие-то структуры, которые будут регулировать, создать комитеты, элитические положения. При том, что для младшего поколения создание таких институтов и положений означает, как правило, уход от насилия и переопределение вот этой вот иерархии, в которой они не могут сопротивляться происходящим. Да, я, наверное, не буду много рассказывать про то, что эта тема в целом шире, чем вопрос о сексуализированных практиках, но скажу о том, что постепенно чувствительность к насилию растет, и мы слышим много достаточно истории сейчас про харассмент, но, тем не менее, у нас есть основания полагать, что его становится меньше, его будет становиться меньше, потому что люди просто становятся более и более к этому внимательными. Что вообще полезно знать, и на что можно опираться? Во-первых, противодействие насилию и харассменту это часть повестки системы охраны и безопасности труда. Благожелательное место рабочее, на котором вы не сталкиваетесь с агрессией, не сталкиваетесь с сексуальными домогательствами, является важным критерием оценки уровней профессиональных рисков, в том числе сейчас в государственном дискурсе постепенно появляются вот эти вот категории. Здесь вы, например, видите пример из приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты 2021 года, который в том числе предлагает оценивать риски, отмечая, наблюдается ли агрессия или сексуальное домогательство в коллективе. Также основополагающие конвенции Международной организации труда о равной вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности и о дискриминации в областях труда и занятий это те конвенции, по которым Россия должна отчитываться и которые в том числе упоминают вопросы, связанные с насилием и харассментом. Поэтому это такие важные вещи, на которые можно и нужно опираться. Помимо этого, Международная организация труда предлагает также конвенцию о трудящихся семейными обязанностях и против насилия и харассмента. Но эти две конвенции не артифицированы. Тем не менее, если вам интересно, вы можете вообще, что это такое, как с этим работать, можно туда заглянуть. И из того, что у нас есть в России, на таком достаточно высоком уровне, это комиссия по гендерному равенству Конфедерации труда России, которая рассматривает подобные вопросы. И, я уверена, будет каким-то образом вам полезно, если вы захотите что-то сделать. Но что можно сделать самостоятельно? Во-первых, если вы сталкиваетесь с подобными явлениями, нужно обязательно об этом говорить, нужно обязательно это фиксировать, нужно записывать, если вы получаете, например, какие-то картинки, сообщения, угрозы и так далее, обязательно расскажите кому-то об этом, обязательно зафиксируйте, что происходит, потому что довольно частое явление это наказание за то, что какой-то случай стал публичным. И очень важно зафиксировать, что происходит. Важно это исследовать, важно учиться это распознавать и в целом не стесняться это обсуждать. Если есть возможность, хорошо создавать этические положения, которые включают в себя в том числе определение ситуации, которые недопустимы или не поощряются. И по нашему опыту таких этических положений практически не существует, на самом деле я не знаю, ни одного, которое бы включало в себя в медицинских учреждениях определение сексуального харассмента или подобных практик, что они недопустимы. Нужно создавать понятные процедуры сообщения о проблеме, с тем, чтобы это можно было сделать анонимно, конфиденциально и с доверием к тому, кому ты рассказываешь об этом. Создавать органы, которые полномочены решать данные вопросы, например, конфликтные комиссии, омбудсмены или профсоюзы. Например, в нашем университете есть и конфликтные комиссии, и омбудсмен, собственно, я омбудсмен в нашем университете, и тот человек, к которому можно обратиться, если происходит что-то непонятное, и проводить обучающие мероприятия, и создавать благоприятную атмосферу в коллективе. В качестве примеров я предлагаю вам, здесь я не буду останавливаться, просто посмотреть, существуют разные курсы, и, к сожалению, абсолютно подавляющее большинство того, что есть, оно на английском, но можно, например, на русском языке посмотреть на политику по недопущению домогательств, травли и преследований в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Мы разрабатывали ее, наверное, порядка полутора лет, и надеюсь, что основные моменты там схвачены и могут быть полезны, в том числе и для медицинской сферы. Спасибо большое за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...